всем добрый день дорогие друзья итак продолжаем нашу эпопею с реанимашками и кое-какие нюансы которые я подметила спустя время сейчас я вам покажу поближе и вы поймете о чем будет идти речь речь пойдет о плесенье она настигла нежданно негаданно и поэтому сегодня нам придется придумать как с ней бороться на самом деле алгоритм спасения орхидеи в таких случаях уже давно давно разработан для этого вам понадобится перекись водорода чистая вода для промывания листвы и для приготовления раствора вот у меня и подготовлено две отельные тары что мы имеем за время прибывания растения в теплицах вот этих бутылках пластиковых видите кстати хорошо очень можно просмотреть количество конденсата и убедиться в том что здесь влажно здесь тепло происходит разница температур и он образовывается с растения здесь не зря вот так вот хорошо подрастила свой лист и поэтому продолжать курс лечения в таком режиме я вижу что есть смысл есть успехи в виде этого листа который хорошо набрал туркар подрост поэтому я буду продолжать мне это понравилось мне способ по душе единственный нюанс который у вас тоже может возникнуть как и у меня это образование плесень и поэтому я решила заснять это видео дабы если это произойдет у вас чтобы вы не паниковали чтобы вы не боялись а смогли повторить точности как сделала это я вот такие вот пироги каких-то толчков конечно же мы не можем наблюдать но кстати понимаете два дня но это в предел мечтаний то есть в принципе все происходит в рамках нормы и так мы эту орхидейку первую так где конкретно плесень я вот наблюдала я потом может на экране сама увижу чем я обратила внимание что где-то начало на образоваться сейчас конкретно в кадре может быстро так и не найду поэтому дабы провести профилактику мы это сделаем потому что в теплицах это сплошь и рядом берем чистую емкость с водой из-под крана любую просто чистую воду без добавления ничего и помещаем туда орхидейка мы должны ее хорошо в этом водичке искупать то есть мы должны ее очистить от всего что могло на ней быть то есть я про плесень я про споры грибка и т.д. и т.п. то есть хорошо ее просто здесь искупать особенно вот нижняя часть там где кочерыжка не бойтесь вот так ее оставлять на пару минут от этого она там не утонет то есть это какие-то предрассудки кто вам рассказывает все эти страшилки я не знаю так еще по поводу момента кочерыжка я на этом отдельно заострю свое внимание и обязательно вам покажу для примера для того чтобы вы понимали что все реально и бояться нечего эту свою ренимашку орхидейку которая успешно уже растит этот лист большующее количество корней успела уже нарастить и при этом у нее остался вот тот стволик который все посоветовали избавиться но я уже объяснила черным по белому что в таких условиях представьте даже когда стала образовываться плесень вот на этом варианте здесь будет намного лучше виднее сейчас вот я и достану потому что все здесь уже запотело ничего не видно и на этом экземплярчике хорошо все это прослеживается вот очень хорошо я вижу и вам видно это плесень сказать что это какая-то пагубная патология я не могу я не вправе потому что я кстати если вы не задумывались то такое образование может быть даже хорошим то есть это может быть и фитоспорин так сказываться но поскольку мы с вами не в лабораторных условиях то рисковать мы не станем по поводу туркара посмотрите вот я ничего пальцем не придерживая тоже песня вот поэтому я и буду продолжать несмотря на какие-то вот нюансы с образовавшимся таким вот налетом все равно будут продолжать этот способ приниматься по поводу бутылки так мы тоже хорошо не боимся использовать одну тару для двоих орхидей потому что симптомы с образованием того налета в них одинаково хорошенечко с двух сторон мы очищаем растение и потом будем добавлять вот перекись водорода антисептик который очень хорошо вот помогает таких случаях бороться вот если вы не можете этот налет убрать вот водичка его не смывает то возьмите салфетку и не бойтесь вот так прямо проходиться по этим участкам салфеточкой вот так вот убирать эту плесень потому что запускать такие вот образования я бы вам не рекомендовала поверьте мне на слово и так вот они хорошо купаются здесь очищаются и потом мы их поместим в другую емкость с добавлением уже перекиси водорода касаемо этих емкостей выбрасывать их не надо просто хорошо их промыть под горячей проточной водой с добавлением мыла а этот субстрат мох который там находится на дне просто выбросить избавиться от него и уже следующий раз когда я буду помещать свои орхидейки я просто в пустые вот такие колбы их помещу то есть без добавления мха потому что как сами понимаете плесень образовывается там где слишком высокая влажность и так перекиси водорода я уже рассказывала вам этот способ приготовления вам понадобится 15 мл на 1 литр воды вот у меня ложечка 15 мл здесь как раз на 1 литр воды использовать больше например концентрат то есть вот сразу прямо например обработать смочить ватный диск и пройтись по шейке в принципе можно но я бы рекомендовала не делать вот такие сильные концентраты почему по большому счету я открою вам большую тайну мы могли просто вот ограничиться обычной обработкой то есть очисткой вот смывкой сейчас я убежу что здесь все чисто и все и поставить вот их на салфетку и пускай промокают потому что это все идет от слишком высокой влажности то есть при таких условиях у сейчас нас дождливые дни и влажность не на лучшее чтобы понимали 90 процента а если я закрою окна все 100 будет поэтому как-то там настоящая тепличка без этих бутылок поэтому конечно же ну плесень она неизбежно она будет образовываться так по поводу кочерыжка я уже объясняла что если вот представьте она образовалась песен было бы здесь свежая рана то чтобы пошло гнили сейчас гнили нету просто вот плесень которую я смыла кстати не нужно использовать тоже биопрепарат например фунгициды а зачем вы же понимаете что каждый препарат так или иначе он вступает в реакцию другими поэтому сейчас мы еще раз фокусируем поэтому не нужно всем подряд пичкать растения даже биопрепараты я уже молчу о фундазоре который вы даже представить себе не можете какой сильный ингибитор вот потом когда вы спрашиваете почему ваши орхидеи стоят на месте несмотря на то что какой-то способ для реанимации все хором рекомендуют вот потому что вы запичкали вы ее замучили за вот этими всякими фундазолами она уже вас просто в таком состоянии комы я бы сказала после этого фундазола я не спорю фундазол он не одну орхидею мою спас то есть ему конечно в этом плане хвалебные мои только отзывы но честно говоря то какой он сильный при этом все при всем своих хороших качествах ингибитор но от этого тоже никуда нам не деться и пускай постоят недолго вот честно практически вот пара минут наша задача просто обработать каким-то антисептиком каким-то таким вот вспомогательным препаратом чтобы немножечко эту флору очистить от патогена чтобы она была более вот там не будет никакой не полезной флоры там просто она будет избавлена от бактерий вот которые вот и образуют плесень продуктами своей жизнедеятельности по поводу кочерыжки почему например не то чтобы я против но конкретно в тех вариантах тип личных я не рекомендую вам избавляться от вот этого участка шейки было предположение в комментариях что если оставить вот этот стволик который оголенный то существует такое мнение что она может как-то потом вот тот зачаток заражения пустить пойти вверх дальше по до самого вот начала шейки я отвечу вам весьма категорично и я бы сказала даже не на словах а вот покажу свою орхидейку которая и будет являться очень хорошим контраргументом в пользу того той теории что в принципе если растение прошло полный курс лечения то надобности в том чтобы лишний раз подвергать его опасности и риска всем тем угрозам связанным с местом среза я бы не стала вот вам наглядный пример корни воздушные очень хорошие апексы просыпаются растение во мхе снизу агроперлит обратите внимание растит новый листик то есть все у него более чем замечательно хорошо и прекрасно и при этом все вот эта шейка она все-таки вот осталась вместе с растением и поскольку тоже на плечи этого растения очень много судьбушка ему подготовила всяких разных преград сложности тем не менее она с этим справилась к чему я веду что в принципе если вы чувствуете что вот вам мешает вот эта шейка вот этот низ оголенный то тогда конечно никто вам не праве в этом препятствовать делайте так как вы считаете нужным но от себя свою точку зрения вот непоколебимую наверное я уже озвучила и не в одном своем видеоролике потому что я всегда смотрю по реакциям своих растений если я вижу что то что я провела как решила подобрать для них реанимационные действия такого плана им по вкусу им по нраву все им подошло как сами понимаете и новый листик и корешочки воздушные то я не считаю что нужно как-то менять как на переправе пословица то есть считая продолжаем в том же духе так так касаемо этих орхидеек листва да она вы далеко не в безупречном состоянии то есть по большому счету здесь нужно проводить хорошие зачистки но опять же возвращаясь к вопросу о каких-либо манипуляциях связанных с ножом с режущими предметами здесь уже все очень надолго мы откладываем долл в самый длинный ящик потому что очень малое количество листвы чем меньше листик чем меньше корней чем меньше растения тем меньше у него соответственно шансов на полную реабилитацию потому что ткани меньше испарение будет происходить медленнее то есть понимаете все это связано одной цепочка все это заимно связано дальше касаемо например мха вам если жалко то вот вы можете поинтересоваться будете ли вы например можно ли его выбросить или как-то отжать тоже где-то там замочить просушить в принципе это возможно потому что я не считаю ту плесень которую я заметила обратила внимание и решила с вами поделиться что она является какой-то сильно пагубное такое вот образование поэтому что стоит прямо все стерилизировать то есть стерилизовать не до такой степени то есть обработать очистить да но доводить до полного какого-то стерильной вот среды я бы не стала потому что это тоже среда которую нужно обязательно заполнять она не может быть в принципе природе по даже по физическому своим законом пустой в любом случае мне должны проживать какие-то полезные или не полезные бактерии или же их баланс что нас устраивает хотя бы 50 на 50 тогда будет вот все в порядке то есть поэтому я конечно же на видео промывать их здесь возможности экрана у меня под рукой нету делать этого на в кадре не стану но на слово поверьте мне то есть я уберу этот субстрат и очищу эти две бутылки и в них же помещу только без субстрата просто в них свои растения зачем в принципе я бы могла этого не делать то есть я могу сейчас разложить эти салфетки и просто вот после того как они просушатся подсохнуть например оставить их даже без кашпо без субстрата без ничего просто на лоджи потому что они уже намокли обращаю ваше внимание у меня там влажность 90 процента если у вас такие же условия вы можете сделать так как и я вот даже вот видите шипение образовалось то есть идет полный процесс обеззараживания то есть то что нам нужно туркар но очень хорошо набран вот кстати вот такие еще бутылки они выступают в роли подпорок если вы следите за вообще орха новостями в орха в курсе всех орха каких-то лайфхаков то вы обращали внимание чтобы легче растение вернуло в свой прежний вид то делают такие ставлю цветоносы держатели еще что-то придумают какие то делают резиночки тогда они хорошо вот держат возвращается вот тонус в таком виде которым будет вам больше по вкусу то есть таким вот стоячим чем например как вот ушки спаниеля поэтому вот такие бутылки они вот автоматически вам в этом способствуют то есть это вот вам ничего не приходится делать вот они уже сами за вас делают грязную работу и вот эту орхидейку до того момента чтобы можно было растение посадить в кашпо например тоже во влажный мох и уже потихонечку их восстанавливать вот по типу так как это растение должно же конечно же пройти очень и очень много времени то есть это орхидейка перед тем как попасть в отдельные кашпо она должна быть с каким-то минимальным хотя бы минимальным количеством листовых пластин и корней если вы обратили внимание то в том экземпляре большое количество воздушке и это конечно же волей-неволей очень хорошо помогает смотрите вот они сейчас просохнут и мы сможем их уже поставить в бутылки в их место это будет что давать вот в бутылке там все равно внутри теплее и все равно как-то удерживается больше влажность но при этом я не накрываю вообще никак то есть вот это у меня срезанное горлышко оно так и остается то есть я не накрываю ничем из абсолютно чтобы здесь воздух был потому что тем более при условиях моей высокой 90 процентной влажности потому что сейчас дожди то это просто утопия то есть я так ну это ни к чему хорошему не приведет это то образование небольшое такое легкое безобидное количество плесени это ну это такое в принципе можно я вам скажу по секрету было бы и оставить потому что это могло быть просто например так фитоспорин даже отреагирует потому что те орхидейки в чем они только у меня не обрабатывались вот не напаивались все все что только у меня есть в аптечке наверное я все перепробовала с одной стороны это конечно же правильно потому что только путем шлифовки своего ухода мы можем вот дойти до какого-то вот истины до зерна правды но с другой стороны когда их слишком много то нам потом тяжело понять что подходит на что пошла реакция ну вот можно себе вот представить сравнимо с аллергией чем у человека то есть что-то где-то с кем-то сконтактировала химически например она не подошло потому что имейте ввиду если у вас фунгицид например фундазол тоже после него использовать фитоспорин просто нет смысла потому что они абсолютно не не как не взаимодействуют друг другом один друг друга один другого замедляет затамаживает или же вообще делать его бессильным поэтому нам же такое не надо чтобы как минимум бюджет свой не растрачивать вот и себя лишний раз не обманывать думая о том что вы сделали обработку а по факту она оказалась вот эффектом плацебо то есть что делали вы что не делали все равно был бы тот же результат который вот могли бы ничего не делать просто сложа руки и отложил тот бубен который абсолютно тоже таковой роли не играет нам самое главное подобрать действующее вещество лучше всего одно чтобы она была изначально сильным и потом вам не перед не придется перебирать всю таблицу менделеева в поисках подходящего вот того действующего вещества для того чтобы помочь вашим растюха наконец-то оправиться наконец-то вот оставить за плечами все эти вот полосы черные связанные с болезнями и наконец начать новую жизнь надеюсь у них получится и у вас получится слушаю мои советы достичь домашних условиях наконец-то так желанных зачатков корней потому что для этого есть все предисловия обратите внимание шейки чистые шейки здоровые без пожелтений так что и вам желаю хороших корешков